Дорить женщину цветы, ну и так далее, всякие сексистские открыточки, связанные с 8 марта, то есть слово 8 марта уже перестал быть праздником борьбы, не борьбы за права, да, женщин, а стал абсолютно праздником сексизма. И вот эта вот моя композиция была, она говорила о домашнем насилии, да, вот здесь вот, как бы цитаты реальные, когда женщины рассказывали о том, как их забивали. За ними стояла вот эта феминистка, которая, и за ней вот этот большой банок, феминистское сопротивление, что феминистки с этим должны бороться и могут вообще побороть весь этот патриархат. Я вообще вспоминаю, у меня есть детский сад, поскольку у меня воспитывались именно там, не папа мой с мамой, у меня папа с мамой были работающими. Я помню прекрасно, когда, допустим, все дети, всех детей, которые подвижностью нужно постоянно бегать, нужно как-то кричать, да, ну у них это физиологическая потребность. Если девочки бегают, то их останавливают, ну классический вариант, их всегда останавливают, воспитатели говорят, типа, девочки, не бегайте, вы же девочки. Мальчиков, если останавливают, ты бы говоришь, типа, ну мальчик, ну хватит бегать, ну им не говоришь, что вы же мальчик, нам нельзя бегать. Как-то мы в раздевалке, я помню, стоим, и что-то мне одна девчонка говорит, как хорошо быть мальчиком, ну ничего не запрещают, им не запрещают, им не говорят, что типа того, вы же мальчик, нам нельзя бегать. это помню подумал что нет хорошо девочкой я буду все равно бегать дальше по мере взросления я постоянно видела в лагере хожу кружок выжигания я хочу выжигать а мне говорят это же девочка пойти выжигали мне приходилось доказывать что я умею выжигать не обращу этим сниматься он не там дали испытание распилишь ножовкой деревян значит типа будешь в этом кружке заниматься постоянно мне говорили что я девочка что я не имею чего-то права делать мне постоянно было обидно и постоянно с этим пыталась как-то боролась мы чем дальше тем больше в конце школы я говорила всегда что никогда не буду замуж потому что я не хочу обслуживать мужчину там не хочу вы готовите самой собой а дальше уже когда я узнала феминизм я стала стать феминисткой мне повезло я воспитывался много по традиции советского союза поэтому у меня в детстве очень много читала книга войне так делать естественно полегла женщина на равном поливале и я понимала что женщина она может многое через запрещать они воспитывались на вот этих дурацах а порно это порно индустрия или порно вообще как явление ну как явление она же как бы ну необходимо понимаешь когда снимают порно его снимают с точки зрения мужчины женщина там всегда нижние женщина там всегда употребляют но феминистки в свое время поджигали кинотеатры в которых показывались порнофильмы да вот после этой там сексуальной революции назад в какой-то момент они стали поджигать кинотеатры потому что действительно пронография ведет к насилию образ женщины абсолютно искуски такой абсолютно сексистский но который как бы нам предлагают всем покупать и халать да вот в частности фотографии в нормате сделали еще где-то такие фемочки нежненькие все такие слабенькие за которыми надо ухаживать которые при этом должны быть обалденно красивыми поддавать себя умеете а это видишь к сожалению не было второй волны феминизма в России вторая волна феминизма на Западе она очень многое дала женщинам благодаря вот этим всяким акциям благодаря тому что из-за этих акций в институтах стали вводить гендерные курсы женщины-мужчины стали изучать они стали понимать основу вот этого влетения стали понимать что да ей какой-то мере выгодно вот так вот находиться в этом таком утюбном и ютном рабстве но это все-таки рабство она не свободна как личность по-настоящему и на Западе в этом плане очень большие изменения там женщины действительно свободны и себя чувствуют и далеко не все из них хотят себя обладать а у нас у нас все очень в этом плане грустно поэтому вот моя задача как феминистки ну я не знаю попытаться эту вторую волну у нас здесь создать в России и Продолжение следует...